А тем временем у нас в гостях Оксана Сальникова, один из самых сильнейших независимых экспертов в области деловой коммуникации между поставщиком и ритейлером. Оксана, скажите, как сейчас выстраивается коммуникация между поставщиками и ритейлерами? Владимир, отличный вопрос. Я вас немножко поправлю не только с точки зрения деловых коммуникаций, а с точки зрения как ритейла, так и рынка производителей. Потому что мой опыт позволяет говорить о том, что на сегодняшний день, как правило, деловые коммуникации, скажем так, простым русским словом, провалены именно со стороны производителей. Проблема заключается в совершенно простых элементарных вещах, которые почему-то на сегодняшний день производители забывают. Прежде чем прийти к своему клиенту и сделать ему какое-то предложение, производители должны проделать достаточно серьезную работу. И вот здесь вот и происходит самая большая ошибка. Первое. Перед тем, как у вас появляется продукт физически в этом мире, вы все-таки должны понять, а имеет ли право он на существование, а какие же у него перспективы продаж. Вы должны провести анализ рынка, вы должны понять, а кто же работает в этом рынке, кто будет вашим конкурентом. И не забывайте, пожалуйста, что все ваши клиенты, к которым вы потом придете с этим продуктом, должны понимать, а в чем заключается выгода и почему этот продукт будет интересен конечному покупателю. И самый важный момент, который должен всегда быть в голове производителя, и самое важное в момент переговоров с клиентом, это кто такой покупатель и кто такой потребитель. Потому что производители выпускают свой продукт для конечного потребителя, а ваши клиенты, сетевые операторы в особенности, работают с конечным покупателем. Потребитель и покупатель может быть одним лицом, но в то же время это могут быть два совершенно разных человека. И вот этот момент вы забываете. Я вас очень прошу, посмотрите, пожалуйста, на свой продукт, ответьте себе на вопросы. Почему, зачем и в чем его важность? Придите в сеть и разговаривайте с ней на одном языке. А все-таки деловые коммуникации за последнее время между производителями, поставщиками и ритейлерами стали улучшаться? Заметны какие-то тенденции в этом направлении? Однозначно скажу да. Причина тому очень простая. Все-таки поставщики и производители понимают, что без деловых коммуникаций невозможно эффективное партнерство с сетью. На сегодняшний день сети готовы к партнерству. И если раньше сети говорили слово «партнерство» немножко лукаве, то на сегодняшний день это действительно полноценные профессиональные шаги для того, чтобы вместе развиваться и эффективно идти дальше. Сегодня поколение покупателей кардинально изменилось. Скорость реакции, быстрота покупки, дерево принятия решений. Кардинал отличается от того, что было буквально еще пять лет назад. И поэтому ритейлеры хотят развиваться. И хотят развиваться совместно с производителями. И здесь производители сами начинают учиться и присучатся у ритейлеров. На самом деле это очень большой шаг. И действительно происходят хорошие, правильные коммуникации. Пока еще не у всех. Мы находимся на начальной стадии. Я желаю, чтобы мы двигались быстрее и в том же направлении дальше. Оксана, спасибо вам огромное. И спасибо за очень полезную информацию. Производители, пожалуйста, прислушайтесь. Продолжение следует...